В Махачкале, 9.57, в студии Светлана Саид-Гусейнова, редактор выпуска Шарипат Шульгина. Здравствуйте! Новости! Глава Дагестана встретился с руководителями крупных АЗС республики. Это не первая встреча, и тема для предпринимателей не новая. Вот и в этот раз говорили о том, как налоги могут менять жизнь. Разговор был посвящен новым соглашениям и обсуждению больших возможностей. Поступление двух вертолетов санавиации в республику уже в октябре текущего года обсудили на селекторном совещании руководителя проектного офиса по развитию санавиации Минздрава России Михаила Ламзина с руководством Минздрава региона и представителями заинтересованных подведомственных учреждений. В текущем году Дагестан вошел в число 49 регионов, участвующих в программе развития службы санавиации. Для Дагестана вертолеты особенно актуальны, поскольку в республике много горных районов, отметил Ламзин. В образовательных учреждениях Дагестана стартовала неделя безопасности. В ее рамках инспекторы ГИБДД будут проводить лекции и беседы не только с детьми, но и с их родителями. При этом внимание родителей будет обращаться на особенности восприятия информации детьми разных возрастов, а также на необходимость совместного с детьми обсуждения различных ситуаций, в которых могут оказаться несовершеннолетние на дорогах. Спикер парламента Хизриших Саидов вручил студенческие билеты магистрантам Юридического института Дагестанского государственного университета. Отметим, юридический институт имеет давние и крепкие связи со всеми органами государственной власти республики, в том числе и с Народным собранием, где магистранты проходят производственную практику. Команда дагестанских школьников стала победителем Всероссийской туристко-краеведческой экспедиции «Я познаю Россию», которая проходила в Тверской области. Всего в конкурсе участвовали свыше 120 школьников, которые были объединены в 32 команды. Согласно условиям экспедиции, в задачи конкурсантов входило создание маршрутов по своим городам. Новости культуры Презентация книги активистов «Молодой гвардии Единой России. Тайная школа юных героев» в рамках ярмарки Таркитау-2019 состоялась в Махачкале. Издание повествует об основных ценностях человека, среди которых доброта, отзывчивость, любовь и семья. В книгу вошло более 70 рассказов о реальных детских подвигах, а также 4 рассказа о героях Дагестана Гаджи Баачеви, Чакар Гетина Султан Магомедовой, Ильмари Рамазанови и Адами Арсан Мирзаеви. Вести спорт Муслим Гаджи Магомедов за победу на чемпионате мира по боксу станет обладателем нового автомобиля и 5 миллионов рублей. Такое щедрое поощрение учредил для триумфаторов соревнований генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Погода В Махачкале без осадков температура воздуха 21-23. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Тауухи